Привет! Вчера было солнечно, у нас тепло, и я подумала, ура, наконец-то такой удачный день, надо выйти поснимать. Пока я место нашла, штатив поставила, села на скамеечку. Только начала снимать, и знаете, что произошло? Делень-делень-делень-делень, на работу пора. Всем привет из пасмурного Нижнего Новгорода. Я написала сценарий для этого видео, и хотела снимать по нему, но вчера я попробовала, и понимаю, что не совсем у меня искренне получается это говорить, когда я говорю то, что я заготовила заранее. Поэтому буду говорить билиберду, буду говорить ерунду, как обычно, свой поток сознания буду вливать в это видео. И если вас это не пугает, то оставайтесь со мной, и приятного просмотра. На прошлой неделе, в 12 июня, у моей мамы был день рождения, и я ездила ее навестить. Она у меня живет в деревне, ну, точнее, в небольшом селе, и как у большинства жителей села, у нее есть огород. Мам, чем занимаешься? Рассаживаю красивые фиалки. Долго им нужно будет расти? Как только вырастут, так скажу. Красота. Вот это красивое билибер. Ну-ка, вот это? Да. Ранее я отвезла маме несколько моих готовых работ, и они висят у нее на стенах, что мне очень приятно. Я сняла несколько работ и решила поснимать как раз в огороде, потому что погода была удачной, да и вообще, когда я еще увижу эти работы и смогу их снять, тем более, что мухоморы я вам, по-моему, не показывала. Об этой готовой работе я могу лишь сказать, что она для меня знаковая. Это моя первая законченная работа. Я считаю ее своей первой работой, потому что именно на ней началась моя история как создателя схем. История вышивки крестиков в моей жизни первый раз попробовала начаться на уроках труда, как и у многих, наверное. Я тогда вышивала набор от Эрестудии. Я его нашла недавно, и сейчас вам принесла показать. Вот такая вот бабочка миленькая у меня получилась тогда. Я не помню, если честно, какой это был класс. Здесь у меня все как полагается. Крестики в разные стороны, вышивка всей пасмой, длинные хвосты наизнанке. Но, тем не менее, обратите внимание, у меня нет узелков. Уже тогда я знала, что узелки вышивки делать нельзя. Но почему-то мне не объяснили, что крестики должны лежать в одну сторону. Возвращение в вышивку получилось практически насильным. Дело было года три назад. Я на тот момент работала на складе рукодельного магазина. И вот эта вся благоприятная атмосфера, творчество вокруг меня благоволила к тому, чтобы я купила какой-то набор и начала что-то делать. Из всего ассортимента я выбрала набор Алиса к морю. Я начала его вышивать. Вышила совсем чуть-чуть небольшой участок неба и отдала набор в добрые руки. После этого у меня был набор Dimensions, швейные мышки. Я там вышила одну катушечку, одну катушечку. И именно схема Dimensions почему-то меня заинтересовала. Именно после нее мне стало интересно, как же создаются схемы. То есть вот она смогла пробудить во мне это любопытство к созданию схем. Я начала изучать тему создания схем. И меня так это все захватило, что я подумала, все, Dimensions точно не буду вышивать. Все, что у меня вот куплено было, да, к вышивке, все это мне не нужно. Я буду делать свое. Поэтому все, что у меня было, я отдала. Начала изучать вопрос пользования изображениями, да. То есть у меня возник логичный вопрос в моей голове. На каких условиях я могу использовать иллюстрации, изображения. Я нашла художника, который мне понравился. Это была Ольга Валеева. Я купила у нее три рисунка. Схемой стали только эти мухоморы. У меня есть еще два рисунка от этой художницы. Это ирисы, и маки. Я попробовала их тогда нарисовать. Понимала, что у меня не получается. Что я сейчас изображения эти только испорчу. И ничего толкового у меня не получится. Поэтому я оставила эту затею на будущее. Не знаю, вернусь ли я к ним. Но деньги заплочены, как говорится. Нужно, нужно нарисовать. У меня не было никакого страха от того, что у меня там не получится схему нарисовать или что-то еще. Мне просто так хотелось это делать, что я вот села и начала там рисовать. И у меня там было много бэка. Я там сразу крестики и полукрестики начала использовать. Впоследствии я потом еще и бленды добавила в эту схему. В общем, сразу с головой окунулась туда. И только потом я поняла, насколько сложную я выбрала работу для себя во всех отношениях. Сложная она была в отрисовке. Сложная она была в вышивке. Я выбрала 18-й каунт. То есть 36-й лен Эдинбург. То есть, представляете, я до этого повышивала буквально 100 крестиков на конве. И купила уже сразу лен Эдинбург себе. Вышивала на нем эти мухоморы нитками DMC. Плюс частично у меня там были СХС. На тот момент я уже знала, что СХС повторяет палитру DMC. Вышивка у меня заняла около месяца. Сейчас я понимаю, что это довольно небольшой срок для такой большой работы. Как только я ее вышила, сразу же купила рамочку, сразу оформила. Мне не хотелось, чтобы она лежала в столе. Мне многие писали, что вышивки тесно, что они зажаты, эти мухоморы. Я согласна с тем, что они оформлены не идеально. Но это моя первая работа. Она должна быть такой. Она должна быть не идеальной. Она должна быть вот такой вот неказистой, несуразной. Но при этом вызывать теплоту в душе и улыбку. Когда я на них смотрю, мне становится приятно. И я всегда с улыбкой вспоминаю то время, когда я только-только начинала вышивать и только-только начинала рисовать схемы. Это было что-то новое для меня. Это было очень интересно. Также в огород с собой я взяла кофейную чашку латте. Если вы не знаете, у меня есть небольшая серия кофейных чашек по рисункам Али Шариповой. И вот эта красная чашечка, это моя любимая. Несмотря на то, что раньше я вообще не любила красный цвет. А сейчас, как вы видите, мухоморы с красной шляпкой, красная чашка. И вообще, я пересмотрела свое отношение к красному цвету. Это как-то незаметно для меня самой произошло. Вкусы меняются, люди меняются. И вот, видимо, я тоже поменялась. И теперь мне красный цвет очень даже нравится. Периодически на меня нападает какая-то хандра. И я начинаю думать, что я по жизни иду куда-то не туда. Что все я делаю неправильно и нужно что-то менять. Но потом как-то это все проходит. И постоянно вот эти качели меня болтают на волнах. И я никак не могу прийти в стабильность. Так вот, к чему это я? Недавно я опять задумалась о том, почему я вообще снимаю видео. Я как бы для себя определила такой формат, да, что я снимаю о вышивке. И это меня немножко сковывает рамками. Мне хочется снимать видео. Я сама даже не знаю почему. Наверное, мне хочется как-то выражать себя. Возможно, с помощью видео я хочу стать более уверенной. Научиться правильно говорить. Посмотреть на себя со стороны. Научиться формулировать свои мысли. Научиться выражать свои мысли. И научиться не стесняться говорить о том, что тебя волнует. Но очень часто такие видео, которые я снимаю, с какими-то своими мыслями, я это все вырезаю. Вырезаю, чтобы никого не смущать своими философскими размышлениями на ту или иную тему. Потому что появляются в голове такие мысли, мол, вот, а это увидят мои родственники, что они подумают, что она несет какую-то чушь. Ой, да меня никто не поймет. Да, никому это не интересно. И все в таком духе. Я благодарна моим близким людям, которые рядом со мной находятся. Они помогают мне натолкнуться на нужные мысли в моей голове и привести это все в порядочек. Вот так вот сформировать определенную фигуру из моих мыслей. И хочу сказать о том, что формат моих видео немного поменяется. И в них будет больше меня. Блин, ну это так звучит эгоистично, да? Что вот я буду снимать мою жизнь, смотреть и все на меня и все такое. Нет, не в этом дело. Ваше дело смотреть это или нет. Я хочу снимать видео для себя, чтобы смотреть и наблюдать за своим ростом, наблюдать за своим развитием как личности. Это важно для меня. Я не знаю, как это сказать. Вот видите, я боюсь это говорить, потому что боюсь, что меня не поймут. И начнут что-то мне плохое говорить в комментариях. Я очень ранимый человек и реагирую на критику очень плохо. Иногда я не умею абстрагироваться. И понимаю, что как бы сейчас это сказано не мне конкретно. Что это сказано, допустим, о какой-то ситуации. И что, по сути, меня это никак не должно задевать. Но меня это задевает, и я принимаю это близко к сердцу. И вот с этим нужно бороться. Я планирую делать это через видео. Просто я вас предупредила. Это не значит, что я сейчас начну снимать влоги, показывать то, что я ем и что я делаю в течение дня. Нет, я буду снимать о вышивке, просто не буду так много вырезать, как вырезала раньше. Буду добавлять те кадры, которые я сняла. Я же их для чего-то сняла. То есть увидела какую-то забавную ситуацию, сняла ее на телефон, что-то сказала. Подумала, что вот было бы неплохо вставить это видео. Но потом стеснение берет вверх, и я это не вставляю в видео. И никто это не видит. Потому что я, когда 10 раз это посмотрю, думаю, ну что это за бред? Как вообще мне могло такое в голову прийти? Это по-детски, глупо. Марина, давай уже серьезно, хватит вот этой вот ерундой заниматься. На этом я буду заканчивать. Спасибо вам большое, что посмотрели. Надеюсь, вам было не скучно. Желаю вам всего хорошего, отличного настроения и отличной погоды. Пока! Ян, далеко смотришь? Убор. В упор? Что видишь? Что там на горизонте? Чулеп кусается? Кусается. Ты желтый снимаешь, вот этот зеленый. Мне нужен... Мне на самом деле сейчас очень сильно напихает комар. Привет! Привет! Смотрите продолжение в следующей серии.